Народная инициатива В рамках реализации национального проекта «Культура» в нашем городе после ремонта открылась уже вторая модельная библиотека. На этот раз кардинально преобразился городской филиал номер 3, расположенный на улице Интернациональной. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Жердевского района Александр Быков, глава администрации города Николай Коширин, заместитель начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области Максим Ломонов, директор Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени Пушкина Людмила Пронина и директор Тамбовской областной детской библиотеки Татьяна Ушакова. Все гости сошлись во мнении – работа проделана большая, нужная и, главное, результат радует. Отдать должное нужно работникам сферы культуры, а также библиотеки, которые участвовали в реализации его, приложили много сил, нервов, зная это все на самом деле. Они выполнили, сделали и теперь остается только радоваться тому, что мы имеем. В день открытия экскурсию по обновленной библиотеке для гостей и читателей провела директор Жердевской межпоселенческой библиотеки Ирина Шульгина. Она показала, как изменилась концепция учреждения. Теперь это интеллектуальный и образовательный центр, сочетающий в себе красивый дизайн, комфортное пространство и доступ к новейшим информационным технологиям. В библиотеке установлена новая мебель, современная компьютерная и мультимедийная техника, оборудование для реализации творческих проектов детей и подростков в сфере 3D-конструирования, робототехники, мультипликационной анимации. Помещение библиотеки – это мини-читальный зал, на столах которого разложены шахматные доски, стоит телескоп и астропланетарий для занятий естественными науками. Выбор этого оборудования Ирина Шульгина объяснила тем, что библиотека открылась в год науки и 60-летие со дня полета первого человека в космос. Библиотека значительно обновила фонд литературы, получено 1720 экземпляров книг. Пространство создано таким образом, что может трансформироваться для проведения массовых мероприятий. Особое внимание уделено созданию комфортного пространства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь хотелось бы сказать огромное спасибо губернатору Тамбовской области Александру Валерьевичу Никитину за возможность участия в этих программах управления культурой, за поддержку и оказание всей посильной помощи. Ну, а мы не будем на месте стоять, мы постараемся идти вперед и не останавливаться. Вы были первыми вообще в нашей Тамбовской области, которые победили в отборочном конкурсе. И центральная библиотека была открыта первой в нашем регионе. И сейчас это совершенно новый шаг, потому что это уже вторая библиотека, и она сделана совершенно замечательно и изумительно. Я вас поздравляю с этим событием. По национальному проекту «Культура» в Тамбовской области уже создано 4 модельные библиотеки нового поколения. Еще 5 появятся в этом году. На создание второй модельной библиотеки в Жердевке затратили 5 миллионов рублей федеральных средств и 1 миллион 200 тысяч рублей районных. Завершены работы по проекту «Народная инициатива-2021 в Жердевке». На этот раз благодаря губернаторской поддержке в нашем городе обновились тротуары. Перед реализацией проекта члены Общественного совета города Жердевки провели опрос жителей. Опрошено 2075 человек, которые выразили свое мнение и поддержали большинством голосов такие направления реализации проекта, как благоустройство тротуаров на улицах Первомайская – 1014 человек, и благоустройство тротуаров на улице Чкалово – 790 человек. На данный момент проекты реализованы. Неделю назад состоялась приемка объектов членами Общественного совета. Они признали работы выполненными в полном объеме. Общая стоимость этих тротуаров – 1,5 млн. рублей, из которых 1,5 млн. – средства областного бюджета, и 60 тысяч – софинансирование из средств бюджета городского поселения. На этой неделе в Жердевке состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Жердевские новости». На этот раз она посвящалась 90-летию районной газеты. Как отметил в своем обращении к бегунам главный редактор издания Виталий Зингер, в этом году эстафета проводится как минимум в 60-й раз. В ней принимали участие многие поколения жердевцев, родители и бабушки с дедушками сегодняшних участников. Однако некоторые традиции были нарушены. Из-за коронавируса сроки проведения соревнований сдвинулись с мая на сентябрь. Поменялось в этом году и место проведения. Если раньше она проходила на центральных улицах города, то в этом году за городом, в новом микрорайоне, который называется Бурнакский, сделано это, чтобы не создавать неудобства автотранспорту. В остальном организаторы остались верны традициям. Ребята из 11-летних школ бежали по два круга. Из девятилеток – один. Дистанции для девушек составили по 400 метров, для юношей – по 450. Общая протяженность трассы – 2,5 километра. В эстафете приняли участие 11 команд. В итоге среди основных школ и филиалов впервые за много лет победу одержали спортсмены третьего здания Жердевской СОЖ. За ними ребята из Пугалуково и Бурнака. В старшей возрастной категории лидировали легкоатлеты Жердевской школы-интерната. Второе место – Жердевский колледж в сахарной промышленности. На третьем месте – спортсмены первого здания Жердевской СОЖ. Все команды-победители получили денежные сертификаты от спонсоров эстафеты. Уже сегодня начали свою работу избирательные участки 177 и 178 избирательных округов. Они будут работать с 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. В эти дни нам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы России 8-го созыва и Тамбовской областной думы 7-го созыва. Для участия в голосовании на избирательном участке каждый на руки получит 4 бюллетеня, а жители Сукмановского сельсовета – 5, так как они выбирают еще и главу сельского совета. Для маломобильных групп населения и тех, кто опасается за состояние здоровья, либо по другим причинам не может прийти на избирательный участок, предусмотрено голосование на дому. Особое внимание будет уделено соблюдению антиковидных мер. Все наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и размещены на участках с учетом социальной дистанции. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин